Программа комплексного развития территорий в Хабаровске работает с 2022 года. Такой механизм помогает как можно быстрее расселить аварийные дома и снизить нагрузку на бюджеты всех уровней. За счет инвесторов уже снесены бараки на улицах Нагишкина и Карла Маркса. Их жители получили квартиры. Новое жилье получают бывшие жильцы двух домов на улице Гоголя. Всего за два года по этой программе заключено 9 договоров, в которые попали дома аварийного фонда. Сейчас работа ведется еще по 13 территориям. Они расположены во всех районах города и охватывают 46 бараков. Застройщики у нас не только из Хабаровска. В принципе, есть и Москва, и Казань активно рассматривают территорию, принимают участие и застраивают нашу территорию. Завтра у нас буквально будут подводиться итоги торгов по комплексному развитию территорий. В границах улицы Запарина доступны и там расположено 6 аварийных домов. Бараки, которые попали под программу комплексное развитие территорий, статус аварийный получили после 2017 года. Таких в Хабаровске сейчас более 550 домов. То жилье, которое раньше уже было в этой категории, попали в адресную программу нацпроекта «Жилье и городская среда». По ней в Хабаровске переселились комфортные дома больше 800 человек. В 2025 году в крае стартует новая программа, где за 5 лет необходимо расселить семьи из домов, признанные аварийными до 2019 года. На сегодняшний день мы видим, что это порядка 280 тысяч квадратных метров жилья, что ощутимо больше, чем было до этого программы, которая требует серьезных вложений и вливаний. В настоящее время появляются дома, которые были признаны таковыми, были признаны аварийными, в том числе через суды, ТСКовые заявления. Вот эту информацию мы сейчас собираем. В Хабаровске в первую очередь будут расселены 200 аварийных домов. Механизмы переселения и судьба освободившихся площадок обсуждались на встрече городских и краевых депутатов и представителей регионального министерства ЖКХ. Предоставление, я имею в виду, администрации города площадок под строительство нового жилья. Это регистрация инженерных сетей и работа по инженерным сетям, если мы говорим о новом жилье. То есть и в целом новые программы, которые сегодня обсуждались, говорят о том, что город готов подходить к вопросу переселения с разных сторон. Снос бараков на проспекте 60-летия Октября и расселение жителей идет за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета. На встрече Владимира Путина с главой региона Михаилом Дегтяревым было принято решение о продолжении этой работы. Всеобщая ликвидация аварийного жилья требует различных механизмов. Депутаты Хабаровской городской думы обратились в законодательное собрание Хабаровского края о том, что была принята региональная программа по расселению людей из ветхоаварийного фонда. Почему? Потому что проблема требует колоссальных финансовых, материальных ресурсов. Решить эту проблему нужно в сжатые сроки, потому что люди не должны жить в аварийном жилье. И, конечно же, чтобы решить данную проблему, необходима консолидация всех ветвей власти и всех бюджетов. Марина Рожко, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.